1 сентября 1939 года войска гитлеровской Германии напали на Польшу. В составе вермахта тогда находилось и иностранное подразделение – Легион украинских националистов. ОУН была создана в Германии за 10 лет до этого. Ее организациями в Галищине руководили Степан Бандера и Роман Шухевич. Организация украинских националистов добивалась создания самостоятельного украинского государства. Но эта борьба свелась к помощи Германии. Если мы возьмем большую часть Украины, то были советские партизаны и подпольщики. И была коллаборанская администрация, местная, выполнявшая подсобные функции, и были люди, которые пытались выживать. В основных документах по странческому движению было сказано, что мы боремся против большевиков и Москвы. Какую власть хотели видеть они? Они хотели видеть власть, которая базировалась на идеологии интегрального украинского национализма. Соединив свои желания с возможностями Третьего Рейха, с 22 июня 1941 года, когда началась война против Советского Союза, они вернулись на территорию Советской Украины. И началась братоубийственная война. За три месяца до начала войны с СССР Степан Бандера создает легион имени Коновальца, который вошел в состав немецкого полка Бранденбург 800 под названием Нахтига. Именно эта усиленная украинцами немецкая рота 22 июня 1941 года пересекла границу СССР. 29 июня украинские националисты первыми вошли во Львов. Здесь на следующий день Ярослав Штатько провозгласил создание украинской державы, нового тоталитарного государства, тесно сотрудничающего с нацистской Германией. Сразу после этого во Львове начались этнические чистки. Ауновцы убивали евреев, поляков и русских. Позже Нахтигаль был переброшен под Винницу, где участвовал в боях с Красной Армией. Для того, чтобы судить, какую роль они сыграли в тех событиях, против кого они воевали, лучше всего это взять и посмотреть 1991-1992 года областные западноукраинские газеты. Те газеты публиковали, так называемый, мартиролог. Список воинов УПА из их областей, которые погибли во все эти годы. Даты смерти, 1942-1943 годы, они единичны. 1944-1945 и дальше очень много. То есть показывает это, с кем УПА воевала. Или не показывает. По-моему, показывает, что воевала в основном она советской армией. А жертвы 1943 года, они вполне могут быть отнесены и на конфликты с польской армией Кайова, то, что называется Волынской язнёй. В 1943 году на основе ОУН была создана дивизия СС Галичина. Дивизия была отправлена на фронт в 1944 году и почти сразу была уничтожена советской армией. Уцелевшие присоединились к армии ОУН, которой руководил Шихевич. В 1944 году 31-й легион СД, сформированный из украинских нацистов, участвовал в подавлении Варшавского восстания. Когда два союзника договариваются о совместных действиях, то, как правило, один хочет обмануть другого. Наверное, представители национальных кругов, националистических воинствующих кругов, они, наверное, плохо читали Гитлера, либо совсем не интересовались. Не было в планах у Гитлера вообще появления каких-то государственных объединений. Он единственным, кому мог сохранить государственность из покорённых народов, это норвежцам, потому что они читали близких по крови и по духу. Национализм не угодил идеологии германской власти, потому что она считала, что для её укрепления нужна быть другая идея.